Старший смен кололей. Закончили, возвращаемся. Пациент передан в бригаду скорой помощи. Обычный день спасателя. Помощь людям, попавшим в беду. На счету МБУ Химспас уже тысячи спасенных. Недавно предприятие отметило 10 лет со дня основания. Алло, говорите, пожалуйста, вас слушают. Начинается все с телефонного звонка. В единой диспетчерской службе всегда кипит работа. Пять операторов за сутки обрабатывают почти тысячу звонков. Именно здесь принимают заявки от людей и направляют их в полицию, скорую службу спасения. Уже дважды отдел становился лучшим среди муниципалитетов с населением более 100 тысяч человек. Но главное не только оперативно передать информацию, но и вовремя быть на месте. Сейчас в Химспасе работают более 120 человек. Два отряда, аварийно-спасательный и водно-спасательный, круглосуточно оказывают помощь. Пожары, дорожно-транспортные происшествия, спасение провалившихся под лед. Химспас приехал очень быстро, ребята. Спасибо им большое. Быстро. Мы не успели повернуться, как Химспас был уже здесь. Почти каждый третий выезд связан с деблокированием дверей. Чаще всего за закрытыми дверями маленькие дети, которые остались дома одни, или пожилые, которым требуется срочно медицинская помощь. Сегодня спасатели помогают доставить в больницу ветерана войны после четвертого инсульта. Нет людей, которые могли бы помочь спустить пациентку в машину. У родственников такой возможности тоже нет. Была привлечена Химспас для того, чтобы доставить пациента с четвертого этажа из квартиры в санитарный автомобиль. Спасают не только на суше, но и на воде. Игорь Сергеев – сотрудник водно-спасательного отряда. Многолетний опыт и хорошая подготовка не дают растеряться в любой ситуации. Человек гулял с собакой, собака прыгнула в воду, был тонкий лед, холодная вода. Человек бросился ее спасать. Вы знаете, чего сам стал терпеть бедствие на воде. Мы пришли на помощь, спасли и собаку, и хозяина собаки. Если вы заметили попавшего в беду, сразу звоните в службу спасения. Спасать самостоятельно – дело опасное. Чтобы вытащить двоих, спасателям нужно больше времени и ресурсов. Обычно в команде трое – судоводитель, водолаз и спасатель, который страхует на берегу. Для общения они используют специальный кабель. Впоследствии этого водолаз общается с предпечивающим. То есть, куда идти вправо, влево. Это ласты, чтобы плыть. Слаженная работа, быстрое принятие решения в критической ситуации – навыки, которые необходимо подпитывать. Недавно сотрудники «Химспаса» прошли переаттестацию. Почти все – спасатели первого класса. А значит, жители химок под надежной защитой. Ксения Абрагина, Николай Забродин, Служба новостей.